Матфея 8 глава Помните о чем было? Сотник Ну, кто скажет? Сотник Сотник Исцелил Господь слугу сотника Когда же вошел Иисус в Капернаул, к нему подошел сотник И просил его, Господи, слуга мой лежит дома, в расслаблении жестоко страдает Матфея 8 глава Сотник То есть начальник над определенным количеством воинов Сотни может быть Некоторые говорят, что он в оправдании свое представил и причину, почему не привел его самого Невозможно было, говорят, привести расслабленного, который мучился и находился при последнем издыхании А что отрок находился при последнем издыхании, об этом свидетель слука То есть при смерти находился Но, по моему мнению, это означает Великую веру сотника И гораздо большую, нежели какую имели Свесившие расслабленного сквозь кровлю Так как он ясно знал, что довольный одного повеления, чтобы восстал лежащий То почел излишним приводить его То есть я не достоин, чтобы ты, говорит, вошел под кровь моего дома Скажи слово, и слуга мой выздоровеет Что же делает Иисус? То, чего прежде нигде не делал Во всех других случаях он сообразовался с желанием просителей А здесь сам, предупреждая желание сотника, обещается не только исцелить, но и прийти в его дом А это делает для того, чтобы мы познали добродетель сотника И если бы он не обещал этого, а сказал только иди Да исцелится утро твой Тогда бы мы совершенно не знали о его добродетеле Добродетеле сотника То же самое, хотя противоположным образом сделал он и с женой финикийской Здесь без приглашения добровольно сам обещает прийти в дом, чтобы ты познал веру сотника и великое смирение Финикийанке же отказывают в даре и ожидании ее, как бы не подает надежды Как опытный и проницательный врач Он умеет из противного производить противное Так здесь веру сотника открывает через добровольно обещанное пришествие А там веру женщины через продолжительную отсрочку и отказ Итак, что же говорит сотник? Я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой Послушаем же это мы, намеревающие принять Христа Ведь и ныне можно его принимать Послушаем и поревнуем И примем с таким же чанием Аминь В других беседах он говорит, что Нам не нужно говорить, что А почему тогда было нет? Перед нами, говорит, как бы нарисована картина Вот идет Господь с учениками Ученики проголодали, срывают колосья А им осуждение в субботу этого делать нельзя Такие говорят фарисеи, законники Он говорит, ну а как же священники нарушают субботу в храме То есть совершают служение, обрезание совершают Да если у вас упадет и вол в колодец Вы будете доставать в субботу Не будете ждать, когда придет другой день То есть в этом И здесь Господь показал веру сотника Посмотрите, какая была вера у сотника А он, по-видимому, сотник-то был не иудеин По-сему был римлянин, был сотник И он какой был добродетелен, что заботился о своем слуге Другой бы сказал, да, еще много у него в подчинении Там еще 99 осталось, сотни А вместо его еще пришлют других солдат Чего их жалеть-то? Я вчера слушал, и рассказывал, что один ветеран Ему уже там 97 лет Вот, и он прошел всю войну И когда нас, говорит, бросили под Ленинград Нас, говорит, было 640 человек Нам выдали, говорит, по винтовке и 5 патронов И на нас пошло, говорит, 60 танков немецких Они, говорит, просто ходили, говорит, по траншеям и нас мяли И когда это закончилось, а ушли, то из 640 осталось 18 только живых Почитайте, сколько погибло Это они случайно, говорит, потому что Он, говорит, как бы там выкопал окоп поглубже как-то То есть его не задавило танком Только чудом спаслись 18 человек А 622 человека навсегда ушли Это без вести пропавшие Их никто никогда не узнает, где они были Видите, как это бывает А здесь он заботился о своем заболевшем слуге Слуга заболел, один из его слуг И он слыхал, по-видимому, где-то ходит проповедник И пришел просить Прийди, исцели моего слугу Господь видит его веру и говорит Иди, слуга будь здоров И слуга в тот час же выздоровел Вот имея такую веру, говорит, мы можем переставлять горы Но горы в смысле не то, что горы А горы наших других нужд И грехов наших горы и прочего Хотя есть такой рассказ у Лескова Гора называется Кто может прочитать это Там как одного было То так же и когда люди, а язычники сказали Если вот у вас написано, что скажи горе, и она сдвинется в море Если нет, то вы все вруны, лгуны То есть, а смерть им всем И они пришли к этому человеку к одному Вот он был там И стали его просить, что он может это сделать Ну и, конечно, он долго сомневался Но потом утвердился И когда пришло время Он сказал, и все смотрят, язычники Гора потихонечку стала к морю сдвигаться Сдвигается, сдвигается в горах, в море Ну и, конечно, они уверовали И многие там, значит, приняли христианство Вот такое есть То есть, вера такая Но это он образно показал, писатель, так Но оно и в жизни так бывает Вера может сделать очень многое То, что силы наши И все, говорят, в мире деньги все могут сделать Нет, деньги ничего не могут сделать Они могут сделать здесь только для временного что-то Для временного усложнения и каких-то благ земных А для духовных деньги не могут Если они неправильно употребляемы Аврааму деньги помогли И Иову тоже его богатство помогло Потому что не богатство господство над ними А они над богатством, которое имели Они были господином этого богатства Представьте, Авраам У него столько слуг было Мог бы других Так, сторожите, кто будет идти Всех зазывайте А он сам, говорит, сидел И смотрел Как бы ни пропустили Знают, что слуги могут уснуть там И прочее Кто-то спутник пройдет Поэтому он сам, говорит, караулил И Сара могла бы служанкам приказать Ну-ка, замеситесь И испеките лепешки для странников Но она сама, говорит, замесила И сама пекла госпожа Вот это добродетель И богатство им нисколько не мешало добродетелю Так и здесь сегодняшнее Евангелие Скощение Евангелие от Матфея Восьмая глава Запомните это В этом мы видим и веру этого сотника И как Господь откликается на веру Помните, еще другое здесь вспоминает святитель Как принесли расслабленность Через кровлю спустили У них вера, говорит, была меньше Чем у этого сотника Потому что они пришли Прокопали крышу, разобрали И спустили туда А этот ничего не делал Пришел только я, говорит, верю Что я тоже, говорит, небольшой начальник Но у меня кто в подчинении Я скажу одному, иди, он идет Прихожу там, принеси, он приносит Вот, и ты скажи слово И слуга мой выздоровеет Какая вера была Господь говорит, иди Слуга твой здоровый будет И слуга его выздоровел в тот час Аминь Причастники, послушаем Благодарься молитву, помолимся Благодарим Господа за принятие Святых Таин Тела и Крови Его Слава Тебе, Боже Слава Тебе, Боже Слава Тебе, Боже Благодарю Тебя, Господь, Бог мой Что Ты не ответ, не грешник Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова